здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в сети появилась довольно таки интересная информация информация о нашей пенсионной реформе о том что происходит с этими деньгами которые должны выплачиваться людям что нас ждет и так далее вот я говорю нас потому что пенсии нас ждут всех как бы мы этого хотели не хотели рано или поздно мы станем такими же пенсионерами вот что какая информация сейчас есть на данный момент госдуме предложили вернуться к выплате пенсии из бюджета руководитель фракции партии справедливая россия в госдуме сергей миронов предложил изменить пенсионную систему в россии и заявил что стране необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджет из бюджета об этом говорится на сайте партии по сути у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования которая отнимает у большинства россиян 22 процента доходов у богатых только 10 но в ранг эксперт почитают лишний раз об этом не напоминать но все равно не может обеспечить достойных пенсий чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски а все попытки исправить делают только хуже заявил миронов цитируя слова лидера в партии отмечали что 2022 году средний размер пенсии в россии не превысит 1,3 тысяч рублей но это страшная цифра конечно по словам миронова повышение пенсионного возраста также не спасло ситуацию миронов выразил мнение что экономическому блоку правительства следует признать провал проведенной в россии пенсионной реформы поскольку средняя страховая пенсия в российской федерации едва превышает прожиточный минимум лидер партии уточнил что на эти средства невозможно прожить в ранг х внезапно обнаружили что несмотря на повышение пенсионного возраста соотношение пенсии и зарплаты начнет снижаться с 2030 года и за следующие 20 лет упадет с 34 до 27 процентов отметили в партии по словам парламентария следует вернуться к выплатам пенсии из бюджета пенсионные выплаты из доходов граждан миронов предложил направить туда же уточнив что это снизит риск от неэффективного использования пенсионных накоплений и даст пенсионерам гарантии такая друзья информация естественно естественно пенсионная реформа как предполагалось что она в данной ситуации не поможет как мне кажется она была предназначена совершенно для другого не помочь пенсионерам а скажем так сделать так чтобы эту пенсию получали как можно меньше людей вот ну и траты вот эти бесполезные траты которые происходят у нас из вот этих вот пенсионных денег но такие вот дворцы пенсионного фонда на содержание бешеного количества людей конечно это приводит вот таким вот печальным необоснованным никому не нужным последствиям на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новое видео появившееся на канале всем пока друзья до новых встреч